Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Агабешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Из Ледового дворца Большой эвакуировали больше ста человек. По легенде тактических учений в здании прогремел взрыв. В Сочи задержан малолетний курьер. За его нарушение ответила и мать. В городе начались проверки мототранспорта. В Сочи появится школа номер 101. Сейчас здание капитально ремонтируют. В Сочи зацвела голубая пальма, причем самая старая. Ее посадил основатель Дендрария. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. От анонсов плохой погоды в июле сочинцы, конечно, устали. Но капризом природы лучше быть готовым. Синоптики утверждают, что в ночь с 24 на 25 июля на курорт снова придут дожди с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду. Осадки могут идти еще и в четверг и в пятницу. На реках возможен подъем уровня воды. Возрастает риск схода силы в горной зоне. По распоряжению главы Сочи в городе введен режим повышенной готовности. Проводится регулярный мониторинг рек и ливневок. Жителям и гостям курорта рекомендуют принять меры предосторожности и сохранности своего имущества воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими легкими конструкциями. И пока не отправляться на отдых в горы. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112. Два дня в центре внимания российских СМИ. Страшная трагедия в Хабаровском крае. Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере. Огонь вспыхнул глубокой ночью на территории горнолыжного курорта Халдами. Его пытались тушить собственными средствами и только потом вызвали МЧС. Пожарные локализовали пожар за 20 минут. Но к этому времени полностью выгорело 20 из 26 палаток. 11-летняя девочка погибла на месте. Еще 13 школьников доставлены в больницу. Спасти жизнь троих врачам не удалось. Сейчас следователи проводят проверку, но уже известно, что на размещение в палатках разрешения не было. В этой связи на Кубани в Непланово проверят безопасность всех детских лагерей. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Я выражаю соболезнования семьям погибших детей. Это самое страшное, что может быть для родителей. Поручил глава муниципальных образований подключиться к проверкам. Комиссии должны подходить к этому вопросу жестко. Если есть нарушения, лагерь закрывается до того момента, пока его не устранят. Поблажек не будет никому. Также считаю необходимым еще раз провести в лагерях эвакуационные учения. Дети должны знать, как действовать в подобных ситуациях, что делать и как их избегать. Вениамин Кондратьев потребовал провести работу с персоналом детских лагерей на Кубани, чтобы специалисты были максимально готовы к нештатным ситуациям. Также по поручению главы региона в Краевом управлении МЧС провели оперативное совещание. На нем обсудили дополнительные меры противопожарной безопасности в местах отдыха детей. Сейчас на Кубани больше полутора тысяч оздоровительных площадок самых разных форматов. Восьми дети проживают не в капитальных строениях. В каждом из них еще весной проводились проверки систем пожаротушения. Каждая смена начинается со дня безопасности и учебной эвакуации. Есть и добровольные пожарные дружины. Но существуют стихийные кемпинги, и они тоже требуют надзора. Ни в коем случае не ослаблять внимание. Затем, зачем происходит сейчас. И, соответственно, при любой какой-то нестандартной ситуации сразу сообщать, что мы могли своевременно принять меры. Вот если что-то, еще раз говорю, у нас нет задачи там запретить и не пущать, как говорится. У нас есть задача приехать, навести порядок, оказать максимальную помощь в содействии, чтобы люди могли спокойно отдыхать. На совещании было решено усилить контроль за стационарными и передвижными стоянками туристов. Пожарные проверят, нет ли стихийных лагерей или дополнительных палаточных стоянок, о которых раньше не заявляли руководители муниципалитетов. Из Ледового дворца Большой эвакуировали больше ста человек. По легенде тактических учений в здании прогремел взрыв. Внимание к объекту в городе особое. Там часто проходят массовые мероприятия. Чаша способна вместить около 13 тысяч гостей. О том, как на объекте сработали экстренные службы, узнаем из следующего сюжета. Лед арены окрасился в красный. На всех этажах задымление, работают сирены, звучит экстренное оповещение. Начинается эвакуация. В Ледовом дворце около ста человек. По легенде учений четверо серьезно пострадали. Выбраться сами не в силах. Помогли спасатели. Выводят пострадавшую на свежий воздух. Передают в скорую медицинскую помощь. Как понял? Принял. Сейчас обезболим. Все нормально будет. Лежи, не шевелись, наложи. Эвакуационные выходы расположены на каждом этаже, на каждом ярусе. Для людей открыты около 20 путей для спасения. Объект оборудован запасными выходами по всему периметру чаши. Эвакуация у нас с основной арены проходит не более 4 минут. Объект предусмотрен таким образом, расположение эвакуационных выходов, что вся масса людей рассредотачивается равномерно. Пожарные, спасатели, полиция, Росгвардия, медики, коммунальные службы. На месте условного ЧП работали больше 80 специалистов и 35 единиц техники. Высота дворца больше 40 метров. До верхней точки не достает даже стрела пожарной машины. Тушить, возможно, только с воздуха. Вертолет прибыл на место в течение 10 минут. А чрезвычайную ситуацию в Ледовом дворце во время этой тренировки ликвидировали в течение получаса. Олимпийский парк строили к зимним играм 2014 года и проектировали так, чтобы в любой точке находиться здесь было безопасно. Пожарная часть, самая ближайшая, это 3 минуты готовности выезда, например, к большому. Вертолетная площадка, естественно, она находится в ближайшей досягаемости, в аэропорту нашем. Это меньше 3 минут времени ему сюда подлететь, в соответствии с тем, что должен прогреться и так далее. Действия специалистов всех служб получили положительную оценку. Серьезных замечаний не было. Ежегодно в Сочи проводят около 80 подобных крупных учений. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. Реализацию нацпроектов обсудили в Сочи. В администрации города прошло специальное совещание. В стране до 2024 года будет реализовано 12 нацпроектов. Они затрагивают самые важные сферы жизни. От здравоохранения и демографии до образования и экологии. Чтобы полностью реализовать национальные проекты, в крае должны выполнить 46 региональных. Что касается Сочи, то город уже набрал хорошие темпы по таким проектам, как безопасные и качественные автомобильные дороги, по которому город каждый год в течение шести лет будет получать по 830 миллионов из федерального бюджета. По ремонту дорог в Сочи идет с опережением графика. Реализуется в Сочи и федеральный проект формирования комфортной городской среды. В прошлом году благодаря ему появилось 4 новых сквера. Столько же запланировано и на этот год. Чтобы выполнить поставленные в нацпроектах задачи, отметил Анатолий Пахомов, важно помнить, что нужно заниматься не отчетами, а нацелиться на конкретный результат. А это улучшение качества жизни каждого сочинца. Выделены деньги, которые через национальные проекты будут доводиться до муниципальных образований. Задача любого муниципального образования быть готовым к тому, чтобы оперативно, получив эти деньги, их реализовать. Но с участием общественности, то, что мы и делаем, то, что мы делали по дорогам, то, что мы делаем по комфортной среде. Есть проект, есть задача под реализацию этого проекта. И после того, как он реализован, что мы получили? Если получили удовлетворение качества жизни, населения, это значит достигли. Не получили, не достигли. Добавлю, что в этом году на реализацию нацпроектов муниципалитеты Краснодарского края получат более 10 миллиардов рублей. Возможности кубанской медицины оценили руководители Российской академии наук. Александр Сергеев и Владимир Чихонин посетили краевую клиническую больницу номер один, Сочинский научно-исследовательский институт приматологии и военный технополис Эра Ванапия. Впечатлениями они поделились на встрече с главой Кубани. Академики РАН отметили, что в регионе вместе с высококачественной медпомощью развивается и научное направление. Краснодарский край – передовой регион в области здравоохранения. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что для региона роль науки всегда была велика. И сегодня, учитывая цели национальных проектов, ее значение кратно возрастает. Для нас сегодня принципиально важно, чтобы медицина, которая в крае есть, она была доступна всем социальным слоям населения. Это тоже стратегическая сегодня задача. Но и наука, о которой мы в целом не можем сегодня говорить, конечно, должна быть прикладной. Она должна иметь прикладное значение, потому что здесь не только во главу угла ставится продолжительность жизни, качество жизни, о чем мы говорим. Сегодня в целом нужны результаты научно-технического прогресса. Сегодня нужен прорыв в сфере и экономики, и в других иных сферах жизнедеятельности. У вас уникальная модель. У вас, с одной стороны, широкопрофильная такая клиника, а с другой стороны, наука, которая по ряду направлений действительно является такой выдающейся в стране. И вот я бы хотел попросить, что вы именно вот этот формат поддерживали, потому что этот формат достаточно уникальный, но не исключено, что именно вот в таком формате и наиболее такие интересные результаты по трансляции достижения наук в практику будут достигнуты. В кубанской медицине давно применяются современные технологии. Например, в краевой клинике имени Ачуповского делают уникальные операции, в том числе с участием роботов. Вениамин Кондратьев также отметил, что сегодня упор пытаются сделать и на профилактике болезней. В станицах и посёлках строятся центры здоровья и офисы врачей общей практики. Вы увидели кубанскую медицину, ту медицину, которая сегодня тоже отчасти, пусть не в полном объёме высокотехнологичная, но явно уже на пути к этому. И мы сегодня максимально прилагаем усилия, чтобы наша медицина стала высокотехнологичной хотя бы для начала в краевом центре. А там, где у нас сельскохозяйственные районы, там мы должны максимально профилактировать, в том числе и различные заболевания вовремя. Первичное медицинское звено там должно быть очень активно представлено и тоже качественно представлено. Да, но на своём уровне, безусловно. Кубань вошла в число 32 пилотных регионов для внедрения нового проекта в школах. Так, четыре образовательных учреждения края получат статус базовых школ РАН. Вениамин Кондратьев поблагодарил руководителей федерального ведомства за такую возможность. Это позволит выявить талантливых детей со всего края. Сочинцы смогут пожаловаться на зарплату. В прокуратуре Центрального района в четверг, 25 июля, будет работать горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав. С 9 до 13 часов по номеру телефона, который вы видите сейчас на экране, можно будет пожаловаться в том числе на серую зарплату или вообще зарплату в конверте. Напомню, горячая линия будет работать 25 июля с 9 до 13 часов. К другим новостям. В Сочи задержан малолетний курьер. За его нарушения ответила и мать. В Сочи начались проверки мототранспорта. На дороге вышли сотрудники госавтоинспекции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Необходимость проверок продиктована трагическими цифрами. С начала года в Сочи зафиксировано 40 ДТП с участием водителей мопедов и мотоциклов. 40 человек получили различные увечья, пятеро погибли. Больше половины ДТП произошли по вине мотоциклистов. В четырех случаях за рулем мопеда были подростки. Основная причина аварии – превышение скорости, незнание правил дорожного движения, отсутствие опыта управления скоростной техникой. Во время рейда был остановлен 14-летний водитель мопеда. Прав нет, занимается доставкой еды из ресторанов. На место вызвали мать, при которой был составлен административный материал в отношении сына. Этот протокол передан в комиссию по делам несовершеннолетних. За время проверок обнаружены еще два мопедиста без водительского удостоверения. Всего же с начала года на водителей мототранспорта составлен 861 административный материал, из них 16 – за управление в состоянии алкогольного опьянения. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 25 июля в Сочи облачно, временами дождь, температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем 23-25 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. Компания «Соут» приглашает на ювелирную выставку номер один «Интер-ювелир». Море золота и драгоценных камней по ценам производителей. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 24 по 28 июля. Гранд-отель «Жемчужина». Пока школьники на каникулах, отрасль сочинского образования масштабно готовится к новому учебному году. В городе строят и ремонтируют дошкольные и общеобразовательные учреждения. 1 сентября свои двери откроют сразу два новых корпуса начальной школы. Это пристройки к 15 и 82 школам. Успевают ли строители и насколько качественно подрядная организация построила здание, проинспектировал глава города. Первый раз в первый класс, причем в класс новый, во вновь построенной школе. Этот корпус 15-й гимназии, что на Макаренко, рассчитан на 400 школьников. Уровень строительной готовности докладывают мэру 99%. Из самых масштабных работ осталось лишь благоустройство. И уже через неделю подрядчик вручит директору школы акт на ввод нового объекта. Для нас очень важно, чтобы 1 августа строительная готовность была 100%. Это говорит и о том, что благоустройство должно быть сделано. Это говорит о том, что полностью готовы все помещения. Работает электрица, работают другие коммуникации. Я думаю, что это будет, во-первых, своевременный подарок всем нашим деткам, всем на этом микрорайонам. Администрация города, строители города решают эти задачи. По сути, даже вызовы решают путем строительства как детских дошкольных учреждений, так и школ. Микрорайон Макаренко – один из густонаселенных в Сочи. Пристройку к 15-й гимназии изначально планировали сдать в декабре. Но по просьбе мэра строители идут с опережением на три месяца. Таким образом и основной корпус школы разгрузится досрочно. Количество учащихся в классах станет меньше. В целом, качеством работ Пахомов остался доволен. Через неделю, подчеркивает градоначальник, к подготовке школы к приему детей должны присоединиться и учителя. А вот новогодним подарком для жителей Макаренко станет совершенно новая полноценная школа на 1100 мест. Ей присвоят 101 номер. Расположится она на Макаренко 8А в бывшем здании Сочинского госуниверситета. Теперь здание принадлежит муниципалитету. То, что здесь быть именно школе, глава города решил еще два года назад. К реализации работ приступили, как только у города появилась финансовая возможность. И вот уже сегодня здесь идет демонтаж. Учреждение было в удручающем состоянии. Поэтому от старого здания останется только каркас. И фасад будет новый. По сути дела мы получим новую школу. С хорошим пищеблоком здесь есть. Спортзал. Мы очень рады, довольны, что здесь появилась площадка. Наши строители сделают ее красивой, современной. Пусть только остров. Надо будет показать, как можно из плохого здания сделать шикарнейшее помещение, которое будет являться самым лучшим здесь в микрорайоне. Говорили? Ходить в эту школу уже мечтают все ребята из безлежащих домов. Я закончил 9-й в 15-й, сейчас буду в 6-ю поступать и, надеюсь, уже вот тут будем учиться. Для всех это праздник, в общем. Это будет шикарное построение. В общем, я рад за себя и за своих товарищей, что мы уже пойдем в новую школу. У новой школы под номером 101 будет своя огороженная территория, которая пока служит дорогой к домам на той же улице Олимпийской. Жители микрорайона идут в обход, так как основной путь небезопасный, без тротуаров. Я понимаю, что школа должна быть закрыта территорией, и потому что о безопасности детей надо думать. И вот такой вопрос, как мы будем ходить. И вот Анатолий Николаевич пообещал нам, что будет двухметровый проход вокруг школы для нас, чтобы было безопасно нашим детям, а вообще не только детям, а нам всем ходить здесь. 101-ю школу в январе 2020-го уже сдадут. И тогда же приступят к строительству двух новых – на Мамайке и в Красной Поляне. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В остальных общеобразовательных школах ремонты в самом разгаре. Гимназии номер 16 много лет помогают делать ремонт депутаты округа. Родион Цирульник и Аганес Чепнян. Не просто выделить средства, а самим лично контролировать ход работ. Именно такой подход к делу у депутатов городского собрания Сочи. Аганес Чепнян более 20 лет курирует 16-ю гимназию, учился здесь сам, учились дети. И ежегодная помощь школе стала по сути традицией. Как и в школьные годы, так и сейчас эти стены родные и требуют обновления. Ремонт капитальный, то есть замена крыши, замена полов, потом в туалетных комнатах у нас был капитальный ремонт, тоже полностью заменили плитку, потолки покрасили. В классах, еще в начальной школе особенно, у нас полностью заменяют тоже подвесные потолки, натяжные, капитальные ремонты делают. Замена оргтехники, то есть приобрели в этом году мы новые ноутбуки, принтеры. Ремонтируют и кабинеты, поменяют входные двери, жалюзи, в ближайшие дни закупят кондиционеры для актового зала. Скоро работа закипит и на спортивных площадках, в футбольном стадионе, в баскетбольном поле. С момента их постройки они ни разу не ремонтировались. Каждый год мы участвуем и стараемся сделать так, чтобы дети, когда придут в школу, чтобы им понравилось. А чтобы школа понравилась, чтобы была покрашена, опрятно, чистенько, вот этим мы и занимаемся. В 16-й школе будут спортивные площадки, приводится соответствующий вид, потому что давно их не ремонтировали. Будет капитальный ремонт, у нас будет и футбольная площадка, и баскетбольная. В прошлом году на средства депутатов был открыт сквер на склоне Бытхе. Он популярен не только у местных жителей. Здесь великолепный вид на горы, чистый воздух и благоустроенные детские зоны. Из других районов приезжают, нам же бесплатную стоянку сделали. Приезжают и детей после, люди радуются. Они даже не знают, кто это сделал. Спрашивают, а кто это сделал? Я говорю, наш депутат Аган Меликович. Понимаете, для всех открыто все. Никаких ни билетов, ничего. И всегда все чисто. Спасибо большое за это. Спасибо. А нам приятно ходить сюда, очень приятно. В город не ехать. Депутат Чепнян не только обустроил сквер, но и помогает развивать его дальше. Посажена целая аллея эвкалиптов. Правда, им требуется тщательный уход и даже охрана. Некоторые вандалы обламывают ветки у растущих деревьев. И в этом вопросе депутат тоже пообещал помочь. Елена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи зацвела голубая пальма. Это необычное дерево. Можно увидеть в Дендрарии. Цветет эта пальма раз в два года. Листья ее усыпаны колючими шипами. Отсюда название ее эритей вооруженная. Другое ее название – мексиканская или голубая пальма. Это дерево во время цветения – обязательный пункт экскурсии по парку. От всех других видов ее отличают свисающие кисти соцветий. Их длина может достигать пяти метров. Ну и необычная окраска – голубой оттенок листьев. Это, скорее всего, защита от испарения влаги, поскольку растения произрастают. Их родина – это засушливые районы. И чтобы уменьшить испарение влаги растениями, у многих растений, не только у пальм, есть такая защита. Или восковой налет на листьях, или микроскопические волоски. Родина их – это Северная Калифорния, штат Аризона. Недалеко от Дачи Надежды растет самая старая голубая пальма в Дендрарии. Ее посадил сам основатель парка 113 лет назад. Наверняка дерево еще старше, ведь Сергей Худяков обычно привозил деревья со всего мира в Сочи уже взрослыми. Кстати, в этом году голубая пальма зацвела раньше. Июнь выдался необычно теплым. Всего в Дендрарии растет с десяток таких пальм. Их цветение можно наблюдать до конца августа. Главное событие года в мире ювелирной моды на юге России стартовало в Сочи. В Гранд-отель «Жемчужина» начала работу 19-я международная выставка «Интерювелир». Ежегодно сюда приезжают признанные лидеры отраслей, те, кто только выходит на рынок и хочет заявить о себе. 19-я международная выставка ювелирной индустрии «Интерювелир-2019» объявляется открытой. Компания «Соут» сочинские выставки уже в 19-й раз собрала на одной площадке более 100 производственных золота и алмазодобывающих компаний из всех регионов России. На стендах участников большой выбор ювелирных украшений из золота и серебра, от самых простых до элитных, как из линейки массового производства, так и авторской работы с драгоценными и полудрагоценными камнями. А еще бижутерия, антиквариат, столовые приборы и посуда, часы, предметы интерьера, коллекционное оружие и многое другое. «Случайно совершенно зашла, мы тут на гастролях, и поэтому как-то я удивлена и восхищена, и хожу, любуюсь, и что-то тут прикупила, и прямо неожиданная такая радость. И цены вполне приемлемые, и красота, и стильная, и классика, все есть, вообще на любой выбор». Ювелиры на этой площадке не только представляют изделия всех направлений и стилей, но и участвуют в профессиональном конкурсе и масштабной деловой программе, а также надеются на заключение долгосрочных договоров. А посетители обязательно найдут изделия себе по душе и по цене производителя. «Акции, скидки и цены производителей приятно удивят наших покупателей. А мы, как компания-организатор, мы всегда ждем наших покупателей и посетителей, готовим для них акции. Мужчины, не жалейте денег на своих женщин. Мужчины, позвольте себе порадоваться и приобрести то, что вам по душе». Каждый клиент, совершивший покупку на сумму от 1000 рублей, получает билет с номером для участия в лотерее. Ежедневно в 15 часов проходит розыгрыш бриллиантовых и ювелирных изделий и сертификатов на плавание с дельфинами и прыжок с банджи. В последний день работы выставки, 28 июля, пройдет супер-розыгрыш сертифицированного бриллианта. Выставка «Интер-ювелир» открыта с 11 до 19 часов в гранд-отеле «Жемчужина». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи вновь разыграют Кубок Высоцкого. С 25 по 27 июля в акватории парусного центра «Югспорт» пройдет традиционный Кубок Владимира Высоцкого в рамках Всероссийской парусной регаты. Исторический старт этому спортивно-творческому проекту в 2000 году в Самаре дал друг Высоцкого – Всеволод Ханчин. А Сочи примкнул к городам-организаторам Самаре, Тольятти, Санкт-Петербургу и Владивостоку в 2007 году. С тех пор каждый год в июле под песней Владимира Высоцкого в Черное море выходят десятки парусных яхт, как с профессиональными спортсменами на борту, так и с любителями, доказывая, что море и ветер объединяют всех. Кубок проводится во всех классах крейсерских яхт. Не остались в стороне и швертботы «Оптимист», «Кадет», «Лазерорадиал», «Лазер-4.7», «Зум-8». Участники поборются за главный приз гонки. Переходящий кубок в виде небольшой стелы, украшенной грифом гитары и цитатой из песни Высоцкого. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях и в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok